Когда проанализовать статистику сопротивления Гомельской области и Республики Польши за последние 5 лет, то наиболее справедливым был 2014-й. Тогда огольный товарооборот складывал 257 миллионов долларов. За 9 месяцев этого года для пораунания ГТПК складывает только 130 миллионов. А тому есть все поставки сказать о реальности поглубления двухбоковых относинов. Самое первое межрегиональное погоднение по сопротивлению в 1992 году заключение Гомель и Радом, який в той час был центром воеводства в Центральной Польши. Зараз таких договоров об Сябровстве-6 плюс погоднение по сопротивлению по межгомельской области и юбовским воеводствам. Его представники, до речи, приезжали в областный центр для обмеркования питания сопротивлению этого года. Перспективы сопротивлению значны. Сирот наибольших искравых прикладов опочных отчастов, регистрация в свободной экономической зоне Гомель и Радон, товариство Далкам-40. По плану этого предприятия открытие экспортно-ориентованной меблевой творчести со створением больше 600 просовных мест. Сегодня на предприятии работает около 60 человек. Первые рабочие места – это швеи. Они сейчас будут проходить обучение, в том числе и в Польше. В следующем году будет вторая очередь, еще более крупное производство. Вначале будут производиться компоненты для мебели, дальше будет полномерная сборка мебели для польской компании. Зараз на территории Гомельской области проживают 25 предприемцев с польским капиталом, основанные на прамке деятельности – древопроцовка, сельская господарка, перепроцовка неметалличных отходов. И такие факты. Об приоритетах Гомельской продукции на польском рынке можно мерковать по назву предприемству экспортеров – БМЗ, Химзавод, Гомельшкло, Беларусьнафта, Мазельский нафтоперепроцовщик и Светлогорск, Химволокно. Алексей Тюров, Валерий Капанько, Телерадо, компания Гомель.